Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Похоже, я был прав пару дней назад, когда говорил, что на рынке что-то не так. И я все продал. Упал биткоин. Это вот вчерашнее видео, когда я говорил, что какая-то мутная тема происходит на криптовалютном и фондовом рынках. Посмотрите, биткоин упал с 65 на 61 тысячу. Капитализация рынка 2,3 триллиона. Индекс страха и жадности. Но интересно, что до сих пор в зоне жадности, 57, и цена биткоина 61 тысяча 700 долларов. Какое падение. На 65 поднялся и бом. А я всех предупреждал. Последние несколько дней говорил. И так оно и случилось. Какое падение на рынке, особенно этой ночью. Пытается удержаться на 61 тысяча биткоин. Сделаем в этом видео теханализ. Я покажу, где я предсказывал, говорил об этой опасности. Также покажу торговый аккаунт. Посмотрим на BNB. Потому что у меня крупная позиция в BNB. И надо понять, что с ней делать. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. И я хочу показать вам видео, в котором я предупреждал. Это мой твиттер. А это видео, которое я записал 23 часа назад. Опасность на криптовалютном и фондовом рынке. Это было как раз перед массивным падением. Если бы можно было знать заранее. Это я два дня назад записывал видео. И всех предупреждал. И сам продал биткоин. А это я еще в марте предсказывал. Когда я продал биткоин и доджкоин. И получается, что я все предсказал правильно в марте. Я предсказал дно в 23-м году. Я предсказал вершину рынка в 21-м. И вот кто-то пишет. У этого чувака суперсила. Суперинтуиция. Я вам покажу видео, в котором я предсказал. Не знаю, что там мне подсказывает, что нужно закрываться. Я закрываю свою позицию по биткоину. 23-800 я закрыл профита. В общем, вот такие предсказания. Лучшие сцены в фильмах, когда актер уходит за секунду до взрыва. И вот взорвался фондовый рынок. Спасибо за предупреждение, Джеймс. Твоя чуйка говорила тебе о том, что на рынке происходит что-то странное. И так оно и случилось в пятницу. Это тоже мое видео, в котором я предупреждал. Нострадамус снова оказался прав. И я смотрю тебя с 2020 года. Никого больше не смотрю вообще, только тебя. У тебя отличные сигналы, и ты помогаешь принимать мне взвешенные решения. Если бы кто-то мог предупредить, что на рынке что-то не так. Массивный обвал на фондовом рынке. Больше чем 3 триллиона долларов. Снова мое видео, где я все предсказал. Это за последние несколько дней. Твиты. Это еще одно видео. Это снова там, где я предсказал. Это все перед падением, я предсказывал. Мои видосы за последние несколько дней. Где-то еще я хотел показать. А вот, смотрите. Опасный момент. Продаю биткоины, расставляю ордера на полмиллиона долларов. Это было два дня назад. И то же самое я предсказывал в марте, когда я все продал перед падением. Поэтому я идеально все предсказываю. Идеальненько. Теперь давайте посмотрим на рынок. Ворлдкоин – 8,5%. Солана – 8,5%. Юнисвап – 8, эфириум – 6. Рынок криптовалют провалился на 5,7%. XRP минус 5%, биткоин – 5%, тесла минус 4%, мсрт минус 2%, мета минус 1,9%. Сумма шествия. Какое падение на рынке. Давайте посмотрим теперь на биткоин. Это падение я просигнализировал. Огромная чашка с ручкой на графике. Криптогуру бот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал в феврале прошлого года. Пока что не перевернулся в продажу. Биткоин-индикатор бот дал сигнал на продажу. Он как раз тоже несколько дней назад перед этим падением. Стохастик направлен вниз. Теперь смотрим на дневном. Стохастик уже в перепроданности. Годовая трендовая линия, к которой приближается биткоин. Очень много негативного фона. Обострение военных конфликтов. Фондовый рынок падает. Я думаю, что коррекционная волна еще не закончилась. Уровень поддержки на биткоине находится. Здесь сильная поддержка. На 59 и на 56 тысяч. Я честно говоря не думаю, что биткоин на 53 уйдет. Если только будут совсем негативные новости. Но также обратите внимание вот на что. Здесь формируется что-то типа вот такого. Внутри создается давление-давление. И вылетаем вниз. Похоже, что формируется медвежий паттерн. Но я об этом всех предупреждал. Два дня назад еще. Я говорил о том, что рынок ведет себя как-то странно. И все будет падать. 23 часа назад я записывал. Опасный момент на биткоине. И таких несколько видосов у меня было за последние несколько дней. Вот этот видос посмотрели почти 9 тысяч человек. И также хочу показать вам, где я ставил ордера на покупку. На биткоине. В общем, я там поставил ордера. Я все продал и оказался прав. Это было два дня назад, это видео. И я поставил ордера ниже. Торгую я на Bybit. Соответственно, там ордера и ставил. Тоже регистрируйтесь на Bybit. Торгуйте. Получайте бонус 30 тысяч. А кстати говоря, 60 уже. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. И затем присоединяйтесь к телеграмму. Общайтесь с другими трейдерами. Торгуйте вместе. Теперь идем на Bybit. Сделочку по биткоину я закрыл. И поставил ордера на покупку. Это те самые ордера, которые я ставил в том видосе. Которые записал пару дней назад. На 54 тысячи, на 56 и на 58. И также у меня на споте ордера стоят. На 53 тысячи, на 58. На WorldCoin по $1.40. Uniswap на 5.80. И Dogecoin по 8 центов. Надо посмотреть прямо сейчас, что можно подобрать. Что там в перепроданности. По биткоину я ордера уже поставил. На 58 и 53 тысячи. Это на споте и также на деривативах. На 54, 56 и 58. По биткоину все ордера уже расставлены. Хорошо. Давайте откроем BNB. BNB-то особо не провалился. Но хотя... 600 долларов была цена и... Сейчас 540. Но каких-то особо паттернов я не вижу на графике. Что-то такое странное. Похоже на бычий флаг, разве что. Но может BNB опуститься на уровень поддержки. А где уровень поддержки? Я бы сказал... Здесь хорошая поддержка на BNB. На 464 доллара. Что у нас еще? Dogecoin 11 центов. Сильное падение на Dogecoin. Выходил из этого треугольника, но затем вернулся. Хорошая зона покупки на Dogecoin. Это 8 центов. Мне кажется, у меня там и стоит уже заявка по Dogecoin. Да, все правильно. На 8 центов. Пол миллиона Dogecoin хочу взять. Worldcoin 1.90. Подошел близко к моей первой заявке, которую я ставил. На 1.80. Похоже, что пойдет еще ниже. На 1.40. Столько паники на рынке. Я думаю, что дела пойдут еще хуже. На Worldcoin я поставил на 1.40 заявку. А по 1.80 я отменил. Uniswap 6.60. 10% падения на Uniswap. А Uniswap я не закрывал, потому что хорошо выглядело. Или закрывал Uniswap. Да, половину я продал, получается. USDT у меня на 281 тысячу. MCRT на 64.600. Биткоин на 39.300. Uniswap 28 тысяч. Uniswap я все-таки стараюсь держать, потому что нравится мне эта монета. У меня там стоит ордер на покупку. По 5 долларов 80 центов. Да, все правильно. На 2.500 юни. Это получается 10 тысяч долларов. Ну давайте там возьмем на 20 тысяч. И затем еще на 20-ку по 4.60. Или, подождите. По 5.80. На 2.500 юни у меня заявка. Это примерно 10 тысяч долларов. По 5.80. И по 4.60. Я тогда возьму больше. 4.60. Давайте возьмем еще на 15 тысяч долларов. Итого, по 4.60 берем. 3.200 юни. И по 5 долларов 80. 2.500. Что еще там можно подобрать? Давайте посмотрим. Эфириум тоже падает. По одной торговой идее уже стоп-лосс сработал. И эфир идет к более безопасному варианту, который я давал. На 2.800 долларов. Эфириум неплохо было бы подобрать по 2.800. На самом деле. Там у меня стоит торговая идея на 2.800 долларов. Ну что ж, на этом на сегодня все. Всем спасибо за комментарии, которые вы оставляете. Очень много комментариев вы написали о том, что я даю прекрасные сигналы. И многих я предупредил, получается. Отличные сигналы, Джеймс. Мы тебя любим. Если бы кто-то мог сказать заранее, что произойдет, так это я вам и говорю. Предупреждаю заранее. Вот смотрите, я продаю биткоин и расставляю ордера на полмиллиона. А еще в марте я тоже предсказывал, когда продал доджкоины, биткоин. Твой опыт в трейдинге развил у тебя невероятные инстинкты. Да, действительно. Я что-то почувствовал, на рынке будет происходить, что все будет падать. Давайте еще посмотрим, может, что можно взять. Биткоин. Ближайшая заявка у меня на 59 тысяч. Или 58. Где там я ставил? На биткоине. 54, 56, 58. На 58 тысяч. Нужно тогда поставить уведомление. На 58, на 56 тысяч. И на 54. Вот эти все горизонтальные линии. Это мои ордера на покупку на биткоине. Также на 61 я хочу еще подобрать на споте, может быть. А что там у меня на споте? USDT на 281 тысячу. Тут у меня ближайшая заявка стоит на 58 тысяч. Может быть это и нормально все-таки, потому что очень много паники на рынке в данный момент. И давайте еще почитаем комментарии. Джеймс, ты красава. Единственный, кто сказал, что будет падать. А все остальные топили за рост. Американское правительство. Вот что неправильно. Поздравляю, Джеймс. Люблю твои видео. Сделай теханализ Соланы. Братишка, спасибо за твои видосы. Почему МСРТ не торгуется на фьючерсах? Хороший вопрос надо спросить у команды. Ха-ха-ха. Тут кому-то смешно почему-то. Но и на этом будем заканчивать. Спасибо, что посмотрели это видео. Прошлись по рынку, по биткоину, по альткоинам. Я расставил ордера на нижних уровнях. Потому что думаю, что паника будет продолжаться. Плюс еще выходные, плюс еще войны. Я думаю, что моя заявка на 58 в итоге активируется. Будьте осторожны, торгуйте аккуратно. На фондовом рынке обвал вчера случился. 27% падения на Intel. 10% падения на Amazon. Это мы говорим о триллионах долларов, которые ушли с фондового рынка. Всех люблю, обнимаю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Включите колокольчик. Всех поздравляю, кто смотрел мои предупреждения, кто прислушался. Это, кстати говоря, было интересно. Я хочу показать вам еще раз это видео, в котором я предсказал. Я не знаю почему, но я все продаю. Чуйка подсказывает. Закрывай позицию с профитом 23 тысячи. И во вчерашнем видео я говорил то же самое. Я сказал, что я что-то такое чувствую. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.